Слава Украине! Привет всем от Полуанского! Так, ребята, к нашей, как говорится, любимой рубрике потери российско-фашистских войск в Украине. Пришли без спросу, пришли с оружием, укандропупились, могилизировались, ну и, как говорится, их корова языком слезала вслед за русским военным кораблем. Да, что у нас по потерям? Потери они несут в тех же самых местах, я имею ввиду основные потери, что были и раньше, это под Солидаром, это под Бахмутом, Авдеев, Камаренко, Кременная, все то же самое. Основной удар у них направлен по-прежнему на Бахмут, через Солидар они пытаются до трассы дойти, с тем, чтобы каким-то образом перерезать нам снабжение в Бахмуте. Ну, мы это все видим и сейчас по этому вопросу работают. То есть, командование знает, что хотят расшисты, командование все это дело видит, просчитывает заранее, так что прошу не волноваться. Потери у них просто фантастические, не надо думать, что у нас нет потери, это, конечно, глупость, конечно же есть, они меньше, чем у расшистов, тем не менее. Очень жалко наших ребят, которые погибают, естественно, ведь опять надо учитывать, что у нас на двух военнослужащих три высших образования, а у них три отсидки. Ну, так оно получается. Конечно, качество человеческого, если так можно выразиться, материала, у нас оно где-то в небесах, а у них с червяками ползает. Вот так вот. Так что у нас воины, каждая личность, каждого ужасно жалко, и не хочется терять ни одного человека, ни при каких обстоятельствах. Да, тем не менее, мы уничтожаем расшистов, уничтожаем тех, кто пришел с оружием на нашу землю, соответственно, потери на сегодняшний день 760 бандитов путинских, что составляет в общей сложности с 24 февраля 118 530 путинских террористов. Что-то новое выдумать они не в состоянии, все те же атаки мясом, просто тупым мясом, которое они гонят на пулеметы, на танки, на что угодно, пытаясь минимизировать, пытаясь минимизировать участие своей собственной техники в этой всей истории, потому что технику они пытаются каким-то образом сохранить. А вот личного состава им не жалко, их очень много, соответственно, призвали, наловили зэков, призвали, наловили этих чмобиков, которым, знаете, цена 3 рубля на базаре, да и то в базарный день, этому чмобику цена одноразовому, они сами их называют одноразовыми, собственные командиры, и собственные командиры с ними в атаку не ходят, они сидят там сзади за 20 километров и ждут пока очередных чмобиков у контрапупят, а потом им еще прислали чмобика, они и тех послали туда, и тех у контрапупили, а они еще ждут. И вот так вот у каждого лейтенанта или капитана переходные чмобики в руках, он их отправил и ждет, пока следующее пушечное мяско ему подвезли. Ну, такова русская армия. Ничего нового, кроме как навалы пушечного мяса, так и не придумали со времен Второй мировой войны. Видимо, думать не о чем. Дальше, по танкам. По танкам у них 6 подбитых танков за вчерашний день, всего 3136, и 10 бронемашин, 6235 в общей сложности. Мы видим, что потери по танкам по бронемашин даже ниже средних, ну, то есть, прекрасно видна тенденция, они пытаются сохранить свою технику. А вот пушкам их в вчерашний день не повезло. 14 штук разбили у них, наши очень сильно отрабатывают по их артиллерии, как в Донецкой области, так и в той же Херсонской и Запорожской, потому что задолбали Херсон уже гады. Вот, наши по ним отрабатывают хорошо, контрбатарейная борьба ведется, и вот уничтожили 14 орудий, и всего вместе 2122 штуки. Также по самолетам-вертолетам. Значит так, самолеты 287 штук, вертолеты 277. Вчера сбит очередной Ка-52, неудачный Ка-52, самый, наверное, неудачный вертолет в мире, потому что столько, сколько их накрошили, и они показались абсолютно негодными с технической точки зрения. То есть, это вертолеты, которые вроде бы, да, вооружены до зубов, вроде несут защиту, но оказываются совершенно беззащитными в результате перед украинским ПВО. Соответственно, все падают, 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 от них поотказались практически все страны мира, которые их хотели покупать. Но этих стран не так-то много было. Я знаю, что Индия хотела купить этот Ка-52, а потом сказала, упс, не хотим, лучше купим что-нибудь у американцев. Вот, это, это нам не надо, да. Дальше, по автотехнике. 7 штук за вчерашний день, всего 4896 единиц техники. Я имею в виду автомобильной техники. Ребята, картина не меняется изо дня в день. Путин утилизирует мужское население собственной страны. Но, как говорится, это его решение, и это решение тех, кто слушает этого Путина. Если это, конечно, Путин, а не черти что на Хромакее. Слава Украине!